Привет! С вами полезная музыкальная минутка. Очень часто я вижу такую картину, когда вы хотите сыграть какое-то технически непростое место, оно не получается, и на вопрос, почему оно не крается, собственно, вы отвечаете, пальцы не слушаются. Что делать, когда пальцы не слушаются? Вашему вниманию я хочу предложить ряд упражнений от Грэга Эльвина, который поможет разработать пальцы. Так и называются, собственно, эти упражнения, фитнес и контроль для пальцев. Подойдет для начинающих музыкантов, продолжающих, тем, кто еще не начал заниматься музыкой и думает, с чего начать. И, собственно, эти упражнения, они приведут к тому, что у вас будут более водотворные занятия музыкой. Итак, первое упражнение. Вот, необходимо вот так хорошо разогреть руки. Не жалейте пальцы, вскоре вы почувствуете приятное тепло. Это упражнение такого разминочного характера способствует эластичности и гибкости пальцев. То есть ни для кого не секрет, что для музыкантов необходима растяжка пальцев, эластичность, гибкость, контроль. Вот, собственно, эти упражнения, они направлены на разработку и фитнес пальцев. Следующее упражнение. Здесь уже больше идет дифференциация пальцев разделения. Вот таким образом. Дальше очень полезно погнуть пальцы в разные стороны. Тоже, конечно, не для гибкости пальцев. Дальше в обратную сторону тоже очень полезно поделать. Вы можете создавать свои импровизационные комбинации. Скажем, отрывать только крайние пальцы или только средние, по очереди. И тоже это все будет очень полезно. Полный курс этих упражнений вы можете найти по ссылочке в описании. И там такие чудеса делают с пальцами. Очень занятно и интересно. Дальше. Можно включить наш любимый утонул. И ритмически организовать какие-то движения. То есть, например, 2-й, 4-й и 3-й, 5-й, по очереди. Вот таким образом. Также полезно для левой руки. Также при сентроном можно таким образом заниматься. Вот такие дела. Желаю Вам приятных занятий. И чтобы Ваши пальцы Вас слушали.